Всем привет! Продолжаем Л2БЗС, продолжаем испытывать эффективность пушек большого калибра, в данном случае это будет 37 мм лаг, вчера была М4 на Кобре, есть на Твиче из данного стрима, на ютубе тоже его выложил, и на Твиче также есть нарезочка тех моментов, где нам удавалось попадать, это было не так уж и часто, и где можно посмотреть на эффективность данного орудия, сейчас, ну не орудия, наверное, пушки, сейчас попробуем приблизительно то же самое сделать с... Так, кто-то там к нам пришел, то же самое попробуем сейчас сделать вместе с Ш-37 на лаге, то есть суть будет в том же, да, начинаем... Вылет, вернее, запускаем... Краб-672 к нам подписался, спасибо! Так, так, чтобы больше сворачивались... Выходим на берлогу, включаем пушку, кнопка на стрельбу у меня назначена только на пушку, то есть будем испытывать бронебойные, фугасные снаряды по отдельности, хотя бы по 3-4 попадания... Цель, чтобы понимать приблизительно хотя бы, сколько эта пушка дамажит, либо не дамажит... Так, Ш-37 поставили, первоначально ставим бронебойки... Ладно, это там по-своему развлекается... Давайте приступим! Все, везде настроили, больше ничего смотреть не буду... Даже не видно, не показывает, сколько она смотрит, но... Видимо... Запись будет... Все равно выложена на YouTube и... Помню, что теперь трансляции именно прямые... Прямой эфир, именно прямой проходим в печи... Если есть желание, понимание присутствует... Забываем подписываться... Ссылочка в описании и... Ответственно... Стараемся не пропускать... Так вот, она фока пошла... Очень, очень... Смогу так пострелять... Здесь... Ооо... Главное не заходить... Очень много фок... Стало... Попали... Есть... Здесь неплохо, да... С выстрела как бы режет крыло... Отлично режет... По первым моим впечатлениям, да... То есть... Были ситуации у нас вчера с М4... Когда... Месер мог выдержать до трех попаданий... Ну, третье было, конечно, уже... Чересчур... Наглость... И... Двигатель загорался... Но, тем не менее, даже пилотом... Оставался шить... Здесь... Сейчас бронебойка... Первое попадание... И... Минус крыло... Так... Здесь... Киртык уже ему... Нет, они даже не повели... Чё... Или он будет воевать ещё... Да... С ним работают... Пускай... Проходим мимо... В общем... Следующую цель... Убавим... Шестерину только... Лю... Этюм... Дарова! Привет! Кто ты у нас? Если ты из нашего... Если нет... Добро пожаловать сюда! Не забываем подписываться... Буду рад... Так... Сюда пошёл... Какой-то челик... Вот он он... Оп... Он меня-то видел... Я его нет... Нет... У меня тоже нет... Гронцы... Здорово! Привет! Тоже нет знакомый... Оп... Так... Быстро друг... Это уже... Оп... 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 С этим работаю... Так... Отнимать него... И теперь помогать... Шестерину снимать... Дефоки... Я думаю... Этого не серка... Уже сейчас раз... Да... Расклевали... Вот на этого можно попробовать... Ребят... Чатики вижу... Сейчас отвечу... Хорош... Молодец... Крутить... Я бы... Ну я не знаю... Только видел он меня... Или просто так закладывал... Глянь... Как круча... Он ещё лагай... Лаг... Лагучий какой... Есть попадание... Ещё одно... Ну... Блин... Отрывает... В принципе... Отрывает... Все конечности... Так скажем... Да... Которые... В район которых... Приходится... 37 миллиметров... Так что... Бронебоечки на ЛСШ-37... Поэффективнее будут... По первым впечатлениям... Чем на... Чем 37М4... Как по мне так... По мне так... По приятней... Хотя бы... Редко попадаешь... Да... В том же ключе... Но... Попадание... В принципе... Приносит... Ой-ой-ой-ой... Кто-то у меня на шести... Не успею уже... Вот это выбрать... Скорее всего... Так... А давайте... Мы тогда... На фоку уже пошли... Но этого не сирка... Только можно... Граф Владимир... Всем привет... Ребят... Спасибо что заглянули... Добро пожаловать... Приятного просмотра... Вот он мессирок... Почему на твиче... Качество лучше... Реакция твича лучше... Настроек... Минимальный... Да... То есть... Ввел название... Нажал кнопку... Поехали... Общение... В течении... Офлайн... В чате... Пожалуйста... То есть... Здесь... Для стриминга... Именно для прямого эфира... Твич... Вот это мне не нравится... Что у меня сзади... Там... Для прямого эфира... Твич... Это все-таки... Трастный... Был гадина... Ладно... Надежды на то... Что люди уже... Кто желает... Бывать на стримах... Уже... Знают... Что я на твиче... И соответственно... Будут подходить... Подтягиваться... Уже на твиче... Впосредственно... Ну... Попадание было четкое... Правильно? Правильно... Но... Есть... Нет... Смотрите... Все... Уш-а-37... Не упускает... Взятый ей уровень... Сам стрелян... Отвечет... Тронский... Сава... Удобнее... Да... Ютуб начал сдавать... В этом плане... Твиче... Все-таки... Мне больше понравилось... Здесь стоит... Ну... Он такой... Замороченный... В плане настроек... Еще непонятно... Что там за... Предлагают... При наборе... Определенных числа подписчиков... Некли... Партнерства... Да... Но... Как я понимаю... Это будет... Каким образом... Для меня... Плюсов... Плюсы будут для вас... В виде... Качества... Может быть... Оповещения... Потому что... Пока не было достаточно... Количества подписчиков... Даже оповещения... По-моему... Не приходили зрителям... Потому что... Трансляция началась... Предлагают... Меньше качество... Например... Так... Какой у меня сейчас... Это мне предлагают сейчас... Давайте я сейчас перезапущу... Если сильно лагает... Давайте на 720 попробуем... Как оно будет выглядеть... Потому что до этого стримили... Вроде бы... Вообще никто не жаловался... Не то чтобы было много народу, но... А... Ну вот... Да... Сейчас себе дают только... А... То есть... Сейчас у меня 1080... И больше ничего... Здесь не 720... Я не могу поставить... И больше... Не меньше... Короче... Блин... Если лагает... То... Дрителю надо конечно уменьшать... Но я могу сейчас битрейт пробовать увеличить... Но я не уверен... Что твич пропустит такой битрейт... Там по-моему... По 6000... Только можно... Так... Ну ладно... Этого убивают... И... Распал... Распал... Заходик... Ещё один... Блин... Не лёг... А сейчас кто? Это вот он стрелял? Да ладно... Это то лагающее чудо... Любовь с ему... Да... Перевисеть на лаге миссера... Практически нереально... Поэтому... Придётся выпускать закрылочки... Раскушаться... И... Даться вот таким образом... Пропустить... Таким образом... Пропустить... А... Вон он второй... Не так просто... Ну да... Их двое... И попробуем повоевать... Рук... Есть... Ёб... Выхватил... Ори... Блин... Ещё крутится... Ну я не доверю... Ну как так-то? Тридцать семь миллиметров... Прилетело... Чётко... И это не было... Каким-нибудь там пулемётиком... Или ещё чем-то... И он всё ещё летит... И... И он ещё сопротивляется... Молодец... Получается... Ещё и выиграл меня... У меня двигатель встал... Перегрел... 7700... Разрешённый бетрейт... Давайте сейчас попробуем... 7700... Сейчас далеко не расходитесь... Что же он... Кармата был... Судя по всему... Да... Выхватил прям... Хорошо... Попец-то... Так... Сейчас тебе даю... 1008... Понял... Всё... Я понял... То есть... Сейчас у меня чисто 1008... Ладно... Будем ждать тогда... Зелёного количества... Определённых... Вополнения своих операций... Так... Я не знаю... 7700 поставить... Ребят... Как вы думаете? Витрейт... У тебя уже наверное... Партнёр... Стронц... Четверых! Да ладно... Четверых с первого вылета... Ну... 7700... Ой... Стронц... 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 Он вываливает... Давай теперь ещё один вылетаик... Ну... Короче... Из четырёх сбитых... Только... Вот этот крайний... Гармата... Выдержал... Хорошее количество попаданий... Ну... В смысле... Выдержал попадания... Продолжил бой... Все остальные... В принципе... Развалились с первого попадания... Но... Опять же... Если это был... Тот лагающий товарищ... То... Можно... Попробовать... Списать всё на... На сетевой лак... То есть... Не просчёт... Но здесь вот... Я бы знал... Что я промажу... Конечно... Даже можно... Пытаться... Закрываться даже не буду... Давайте... Прикроемся... Потому что... Он сразу же сейчас... Перегреется вообще... В лёд... Лак греется... Только на ура... Так... Так... Женя... Устраняем... Фока... Как... Так-то я... Блин... Комуха... Теримся... Сегодня... Как... Всё же... Была... Нас... Уже... Прицелился... Не чтобы нажать... Да и хрен с ним... Что промазывали... Правильно... Любили попасть... Давайте вот этого попробуем... Если бы не спалил что-ли... Понял, что против меня лак... Начинает крутить... В принципе... Я на мессерах тоже... Кручу... Если против меня лак... Прям огонь... Прям огонь... Да... По-моему... Ладно... Ага... И на него шесть... Давайте к нему пойдём... За ним тоже тянется... Блин... Иззевать... Да... Нельзя... Стронцы... Я понял... Попробую... Потом увеличить битрейт... Может быть... Это... Точно хватит... Потому что... На ютубе я стримил на двадцатке... Будет этого лагать... Будет уменьшить... Хотя не факт... Наверное, наоборот... Надо уменьшить... Что-то лагает... Блин... Надо почитать... Короче... Стриме не лагается... Но... Все понял... Понял... Принял... Получается... Граб... Только у нас... Жалко... Так... Вот это... Наверное... Противник... Нет... Нет... Як... Як... А вот... Над ним... Мессер... Глав... Мессер... Я не достану... После упражнения смогу... Нормально... Так... У меня... Нет... Надо будет полетать... Да не вопрос... Хоть сегодня... Сейчас... На Афока... Погнали... Наши городские... Нет... Что? Я посмотрел... Здесь особо, конечно... Да... И так... Очень мало... Василиться... Данным видом... Красно... Данным видом... Красно... Данным видом... Ну... Просто опять же... Да... Если посмотреть... Прямой эфир... Кому-то интересно... То интереснее... Лучше это сделать здесь... А кто смотрит записи... Спины ютубе... Стараюсь... Записи тоже выкладывать... Салют... Салют... Такой... Салют... 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 Такой... Салютовал... Столкнулся... Спасибо за подписку... Не... Я тоже не продуэли... Так... Повместно... Какие-то вылетелось... И сегодня... А... Блин... Давайте... Наверное... Фугасики уже зарядим... Хотя... Пока... Неоднозначные чувства... От пушки... Потому что... Что-то перестали... Самолёты разлетаться... После первого попадания... Смотри... Я вообще не летаю... Так... На танк... Пока нет... Блин... Лак... Зараза... При увеличении скорости... Более... Четырехсот... Наверное... Да... Начинает... Очень сильно зависеть... От... Руля направления... Выцепка... Сильно выдавливать... Когда скорость маленькая... Направление на педаль... Фактически... Не ощущается... После этого... Постоянно следить за шариком... Когда ты бежишь по кругу... Приходится додавливать... Либо наоборот... Услаблять... Педаль... Интересное... Будет движение... Фокус совершает... В надежде пропустить... Если он его уже убьёт... Решать... Вылезли опять... На тысячу... На тысячу... Народу сегодня... Не так много... Смотрите... Всего лишь шесть синих... И у нас десять... Шестнадцать человек... Вчера было по тридцатку... За тридцатку... Ты... Э ты что... Не Sect이고... Что за тридцатку... Вверх 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 Останем Скольжение Убрали Эх Хотел прям до гоночка влупить Сам воткнулся и меня хотел А я дымлю? А я что перегрет? А кто в меня уже попал? Это просто был перегрет, да ладно Ветры не были открыты что ли? Так Так Какую из них? Давайте вот эту которую на отходе Не это не она Это он Миссиру Попробуем Попробуем насандалить его Шатрить землю Ой не хватает скорости Не хватает Я прям чувствую как он Понуждает меня вытягивать ручку Не хватает Блин Да И Толкнемся опять Да пофиг я на нем уже сидел Поступать не собираюсь Попасть Ой 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 Все ему Упасть блин Тут Туда пойдем Ну блин На лаге как то мы дольше живем Опа Чем это было вчера с... Боброй Два все Хо-хо-хо-хо-хо Хрош Хрош Судя по всему было пробито крыло Чувак начал ходить со мной в вираж Резкий Этим, конечно, очень нравится Это классно Вроде бы летишь Оскодорова Как наше оповещение Работает ли Так, кто из них в дом? А, это Варина Давайте Перенимим, попробуем Да, ребят, для тех, кто только подцепился Ну, хотя, в этом все написано Пытаемся сегодня Тестить уже Те же 37, ну, как, в смысле, те же Да Вот это попадание было Но ему пофигу Она летит Ребят, ну, было же попадание Никто, я думаю, не будет в этом сомневаться Может быть, сейчас Что-нибудь у него отвалится Хороший был выстрел Наверное, метров 400-600 Жалко, не писал Давай, выходи Вариантов-то нет Жбан Персоны сейчас уже закончатся снаряды Блин, ну, почему она летит-то Ну, неужели ей пофигу Так-то Встань-то не до тебя Повредили чуть-чуть Чего-то мне, короче, повредило Что-то мне там, походу, заклинило Прямо очень хочется попасть мне, да? Что ж, тобой-то не принял Лыжник херов Не, не берется Не берется Все, бронируется Гадин, уже не вернется Пробило мне что-то Чего-то у меня вообще УБС есть Очень плохо рулится А, ну, видите, или Рончик у меня левый Или на ну Талка Либо размотать этого Идолагу Как на лаге другие стволы Ну, другие-то какие-то Вяжка, это огонь И, конечно, улица Прям На любом самолете Лаг это или пин Очень плохо в эту сторону У меня вращается Очень плохо Вращается в эту сторону Одном Лероне Тяжеловато Разгоняйся, братюня Блин, мне даже интересно уже Кто это Который полуубитого Улагу убить не может Лагу убить не может А Кизи. Кизи. Какая-то Кизи. Побзон, здорово, дружище. И сюда добрался. Сава. А, по поводу других столов. Ну, швак так себе, да? Ну, швак как и швак. Только если у той же лавки их два, то здесь он всего лишь один. Ну, ляшки, соответственно, унижают только футу. Давайте сейчас долетаем на ББшках данную карту. Дальше следующую карту уже запустим на фугасок. Посмотрим, попробуем попасть с фугасиков. Но, однозначно, советская 37 мне нравится больше пиндосовской. Не знаю, по-то что была заточена та пушка и зачем она вообще такая есть. Ну, опять же, какая она была в жизни, неизвестно. Да, то есть в игре она смоделирована так себе. Не она, а ее эффективность. Ай, че помочит ему поичься сейчас живусь в шестерину. Ага, а ему тоже пришла уже. Держись, горек. Есть. Эй, кто покушил? Ох, хорошо светится. Ты че, серьезно? Перейди на своих лыжах дальше. Дюкин. Через минуту. Когда лупасим, упасим издалека такое сторонничество от Жени. Промазал. Попал! Да ладно! Радцы, ну это огонь! Нет, не я. Что ж с ним случилось-то? Я! Я! Просто из-под капота влупили. Держи плюшечку. 15 секунд. Это уехал. Я уже не успею. Юный, как так-то сорвался. Ладно, сейчас фугасики зарядим. Осмотрим, как оно на фугасиках. Так, братцы, кто еще не подписался, жду вашей подписки. Женек, ты здесь. Так, сейчас заряжаем фугасики. Ну, в принципе, нет. Мне, мне понравилось. 37 советского производства. В принципе, унижает. Хотя, ну, давайте так, 95% того, что с одного попадания будет достаточно. Бомберов, конечно, здесь не бывает. Тестировать с ними так получится, но все остальное понравилось. Так, берем теперь фугасики. 20 снарядов у нас всего, представляете? Всего лишь 20 снарядов. при желании, если будет такое желание, как говорится, можно будет потом еще потестить вяшечку чисто отдельно. Но вяшка это... Так, здесь, наверное, сейчас еще ботинки, поначалу еще. здесь можно подолбить по ним. не похоже на ботинка. Потому что прямо идет те обычные биражи и сразу другое. Раньше похоронили их, как говорили. Какое-то такое размазанное идет. Так, а мы его догнали. Это уже хорошо. Просто пополам. Ботинок. Да. Просто пополам. Это тоже показатель, я думаю, правильно? Не важно же, кто посидел. Хотя, я не понимаю, что есть 4 в этой игре. Так, это, скорее всего, тоже ботинок. Макар, ну здесь очень редко кого-то можно встретить. Вчера какого-то Рамона встретили. Часто случайно. Итальянец решил поилетать на итальянской технике. Так, наводимся. НСИГ гадит. Ой, не туда. Сюда надо. Почему, кстати, один с трассером, другой без трассера, с трассером, без трассера. Видите, без трассера. Мне вообще интересно, вылетает там что-нибудь. Да ёпперец, это как так-то? Вот так вот. Кубасики поприятней. Однозначно для вып... Эй. Не, не открылся, что ли? Всё открыто. Попотухли. Эта 6 встраивалась. Вот она. Я его не вижу, если честно. Я вижу трассера, после что они полетят. Да уже... Да уже... Блядь, не покритили. Гадин. Да, и Леронцев, видимо, правый. Да, и Леронцев, видимо, правый. Самое жалко, что сейчас, если выйти, то ему всё равно засчитается. Давайте посадим, ну что-нибудь. Да, и Леронцев. Да. 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 Посадилка. Слышу. В каком-то фо-часовом записало. Ну, ладно. Бум. Ага. Мне несколько раз сажал здесь. Правда, мессер такой, ну, не важно. Мне показалось, что здесь разрыхлели немножечко грунт. И прям, когда пробуем с ней что-то видеть, смотришь, колеса прям такие полуутопленные. Поэтому, наверное, надо сразу сажать уже с посадочными и платим на малой скорости. Ну, я имею в виду с посадочным ухом. На малой скорости. Так, Косак, а как там твоё ЕГЭ, кстати? Так, кого из них? Давайте вот эту вверху дропать. Пойдёт вниз, а нельзя нет. И это, кстати, та, возможно... Это, кстати, возможно, та же самая дурочка и губа. А, ФОЧ. ФОЧ. Давайте глянем. Давай посмотрим, посмотрим. Что-то там отвалилось, мальчишки. Да, ФОЧ, как мы и предполагали. ПОЧ. 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 ГУДИТКИ Ещё один. ЭТЬ Очень хочется попасть невидимым снарядом. uto. И хух. Вчера прям так красивым один такой вот помощник залетел в этот прицел Бобри. Ху. Если интересно, там есть Яркие моменты Я сегодня повырезал Добавил Интересно, посмотрите Как он груди закрыл Прожим Своей тушкой Прям я такой выцеливаю И такой прицелился, бум И он такой в прицел влетает Че, все что ли? Отлетал в софочек Боже мой Боже мой, че творит? Че творит? Я даже стрелять не хочу Наверное, этого и добивается Ой, ой Ой, бедняга Ой, бедняга Ой Позагорай чуть-чуть На пляжу Красава, вообще 82, 85, красава Так, я ничего не понимаю Ага, я понял Вот че я Оказалось вообще Что тянутся Глянутся красный за красным Это боты, что ли, до сих пор летают? Офигеть Синик-то получается В очки нет Блин, я хочу невидимому попасть Сейчас будет невидимый с ней Есть Летают, вылетают снаряды невидимые В смысле, невидимые это тоже снаряды Интересно, сколько у нас снарядов там осталось Че по противнику-то-то нету? Смотрите, нас двое всего Их четверо Где они е... А, вот она Кин До мной выстраивается По-моему Да И факт, что это человек Че-то как-то странно Переедет А, нет Не на меня он просто выстраивался Значит, возможно, человек... Так Сильно тянут Прям чувствую Срывая Хотя лучше подальнем Скорости наберем Лак без скорости в очки не лак Бляха-муха Отвернулся назад Похлоп По лобу себя Хлоп Тем не менее Не троих мы... А, вот еще Блин, ну этот фодч, конечно, надолел Концов Четверо Где вы, ребятки? Где вы все есть? А, может быть, они на бывальнике Где-то зашли? Почему вообще так мало? Да, видно Точку появления нашего Контроля-то Судя по всему, ботина Оу, Владимир, спасибо Босс огроменный Спасибо, очень приятно Будем стараться Будем стараться Развитие канала Спасибо еще раз Владимир сегодня Спонсор нашего Показа Спонсор показа Будем как-ка Спасибо за подписку Опа Это же противник О, попали Попали, вы видели? Невидимый попал В общем, расстояние Такое приличное было Класс Вообще эмоции доставляет Инешка Боэнка Ну полетай теперь Друг Давайте следующего Эй, сейчас он от него отстанет Мне тоже Коню Это Ксючу летит Посмотрите на него Какой упертый Вот этот человек Еще и по мне постреляет Ааа, это вот кто был Такой он просто ботинок Я уже обрадовался Как Как ребенок Их чуть выше надо Чуть выше Сейчас Так Вот Сейчас на 사고 Низ пошел Уже бесполезно Чего угадывать Ж Julie Нападать Сейчас можем Достать Еее 3 Словил Клюху Кружок Уже ботинок Что ли Не пойму Тоже, выпрыгивай, ну тебе нафиг. Даже на тебя тратить лучше. Ну блин, где все ребята-то есть? Почему одни боты-то тут слетают? Мы сегодня за рулем снайперы в Гельбе. Не, ну нормально, считай, со снаряда, да, туда гулька. Ну блин, мне больше... Нет, смотрите, это был человек второй. Мне больше нравится здесь в данном виде вооружении, если можно так сказать. Конечно, по первым впечатлениям, да, надо больше практики накатать. Фугасики поприятнее по воздушным целям, нежели были бронебойки. Но, опять же, надо учитывать, бронебойки, они хороши также тем, что ты можешь сходить, например, на какую-нибудь танковую колонну, там полупить с нее. Но, опять же, всего, представьте, 20 снарядов у нас. 20 снарядов всего у нас. Боим комплект и... И разменявшись, так скажем, на танки, ты потом пойдешь просто ни с чем домой. Ну и тяжеловато, мне кажется, будет достаточно тяжеловато сходить с Ш-37 на сервере, потому что... И, блин, так скажем, в идеале надо кому-то подкрасться, да, чтобы влупить ему и попасть. А подкрасться не всегда буду давать, даже вот сейчас, да, вроде иду за двумя противниками. Один уже отвернул, скорее всего, где-то на меня. На меня заходит, гадина. Какая-то стена за Фокой. Дороги, это уже садисто, гудово. Фок и исчезли. Увидел меня. Отлично, давай. Единственное, минус, я сейчас перегреюсь. Давайте чуть-чуть его подспустим. Попробуем. Подспустить, пускай проваливается пониже. Скорость больше. Управляемость меньше. Виражек я могу построить уже более интенсивно. Перестань. Всем, что ли? Так, подспустили чуть-чуть. Теперь можно пригнаться. Температура норм. Ага, зацепил, хорош. Молодец, бой принял. О, двое. Двое, оказывается. Их трое, ребятки. Ну, их четверо. Вы что, все меня караулили там, что ли? Не пойму. Все там висели, меня караулили, что ли? Воткнись, дурачок. Один воткнулся. Короче, парни, судя по всему, зашли в 1ТС. Говорят, давайте. Давайте нагибать на перлоге в круги. Так, классно. Оп, есть. Так, двоих. Двоих землю воткнули просто так. Поехали дальше. Моей заслуги, конечно, здесь мало, но все равно приятно, когда твоя шестерина просто приземляется к земле. Четвером, конечно, это огонь. Потому что мы выжили, это круто. Так. Так. Далеко, далеко он по маневре. Очень непросто рассчитать. Рассчитать траекторию его полета. Более не имея возможности пилить заградительным огнем, так скажем. Так, топливо у меня уходит, судя по всему. Тихонечко. Да. Шлейф сзади идет. Теперь я меченый. Опа, че это дым? А, это я. Кстати, вот смотрите, у всех самолетов, которые летают на звезда, присутствует черный след. Классные газы, да, на высоких режимах работы двигателя. Логат, независимо от режима работы двигателя, эти черные следы отсутствуют. Что тоже поставляет немало удовольствия. Так, это судя по всему ботинка гоняет. Интересно, я это был, или не я. Цельят вообще огонь. С такого вот ракурса, как сейчас стрелял, да, попасть очень непросто. Нет, все-таки был. Ромный. Опять ботинка, походу. Так, где все люди-то? Какие зима. А ребята вот пошли, судя по всему, надо вылиться. А это кто у нас? Опять ботинок. Блин, ну так неинтересно на вечер переносить свои предприятия. Да, то есть здесь, когда мало народу, начинают появляться, спавниться боты. В самом начале сервера они появляются. Сейчас, видишь, получается тоже мало народу. Ботинки начинают появляться. Вот это ботинок, да, и бюджеток не летает. Пали. Это уже что-то интересное. Давайте вот его, что-то переключимся. Я тоже ботинок. Я-то думал. Дайн Баур. Дайн Баур. Жили себе. Новую цель. Кажется, когда народу много, да, а ботинков здесь нет. Когда народу мало, начинают спавниться ботинки. Чтобы даже если ты зашел сюда хотя бы один, тебе было против кого повоевать. Так, давайте этого штампауру. Найдем. Раз у нас здесь есть. Где-то сейчас объявится. Это уже потенциальный штампауру. Это фокка. Это фокка. Это фокка. Фокки. Вот и вряд. Это и вредка было. Что, с фоккой, ты лоб. Я же понимаю, что у меня дрын хороший. Мне с него еще надо попасть, чтобы выжить. С лобовой с фоккой. С фоккой. Абудой. Забрали. Ладно. Фоч. Фоч был опять. Танцор Фоч. Фоч диска. Что за сервер? Это берлога. Потому что идти куда-то на боевой сервер смысла нет. Потому что прозевать шесть и даже не проверить. Есть, так скажем, наши пушки. Оскар, спасибо. Давай, спасибо, что ты зашел. Удачи тебе. Ждем. Пока планируются отмены. Пока не было, но... Все может быть. С народу что-то совсем мало с надо сходить. Вот и отменить этот разлет. И иметь его самопроготовку. И... Чем-то отключается периодически... О, как будто бы подергивают... Штекер. Штекер, да, ждемает кабель. Из него. Так, этот чел уже Роми сбил. За красный зашел, что ли? Роми красный. Этого давайте ловим. Похож на человека. Факт. И у меня скорости не хватит. Этого скорости. А, это Фоч. Это Фоч. А, Дори. Гоня, что за Фочем. Ишак сейчас его срежет. Выпрыгнет сейчас. Нет. Так, слышу вокруг себя. То ли это... То ли это Ишак, то ли это его товарищ, которому он лечил ножки. Опять за танцевал. На этот раз я попытаюсь, конечно, пострелять. Или это будет непросто. Такого... Халтайги. Просто попасть. Он сам себя убивает. Блин, придурок. Блин, по нему даже стрелять не надо. Просто сядьте ему на шесть. Он сам себе убил. Так, вот это уже два противника. Который прошел. А, за ним... За ним кто-то идет из наших. Блин, ну... Неинтересно. Чего ботов летать? Хоть поржать может. Блин, ну почему так греет что-то? По-моему, твоя скорость. Докрутки у меня еще есть. Нифига себе. Чем-то греется. Да, если страшно наследить время. Хочется в себя опять. Можно издалека его уже распознать. Распознать. Хотя вот это тоже дура. Так что нифига на дуре фочек. Как-то я пропустил этот его переворот. Я думал, он пикирует прямо. Подостыли вроде. Попейте на максимал. Вариант можно его шугануть. Стреляв из пулеметов. Отдельный стоп-труч. Продолжение следует... Вариант можно поможить. Некоторого Да На самом деле Тестим Тестим N37 Пока в восторге Но надо учиться с ней стрелять Я по-моему его догоняю Так скольжения нет Начинаем работу Закрылки Интересно знает что ли Закрылки Упс Аппетит Упс Аппетит Два раза Выдержала Кстати вот что-что А вот Дора Все А вот Дора По два раза выдерживает А вот Инстансбан А нет Инстансбан Стейнпауэр У него Штейнпауэра Болубилин А Блинский Думал на меня заход так бодро На меня доворачивал Народ потихоньку А эти двое лицо Два Остальные Вроде здесь Передо мной Да Фок А Дора Была А я На баге Два 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Моя месть тебя настигла Ладно, отворачиваем, там уже двое за ним бегут Смысла нет никакого А то мы сервере, чтобы гоняться еще за противником Нет, ну, выводы я для себя уже сделал Не знаю, как вы, кто смотрел, не смотрел Мы вчерашний стрим с Н4 пушкой на Кобре Данный аппарат с 37-мм мне нравится на порядок больше Это факт Порчунок такой маленький Ну, про вяжки, я думаю, даже разговаривать не стоит Это имба В данной игре Игачит всех и вся Вообще пофигу, кто там перед ним Бомбер или Или Дора, или Фокр, или Мессер Если 2-3 попадания Считай, Кирдык Так, вытягивай, вот за этой Кто это у нас, Мессер Но мне не хватит энергии Чуть-чуть Хотя Давайте тогда Все-таки садимся на него Трачу, конечно, вот эти переваливания туда-сюда Как Дора А я на Доре вообще не летал здесь Ого-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го- хандрить, наоборот, дергается. Прозевало его, прозевало его заход. Попробуем вот здесь. Ну, хотя бы так. Я же сказал, говорю, фоч. Блин. Я четко прям, блин, вот это заложили. На самом деле, вот этот ракурс, он очень непростой для ведения огня. И чаще всего это, конечно, случайность. Должно очень много сойтись в одну точку, да, для того, чтобы попасть. Но, блин, эмоции, эмоции добавляет прям конкретно. Прям классно. ЭНЕСКО. ЭТО ША-37, наверное, на ЭНЕСКО она тоже похожа. Мне, кстати, тоже постоянно... Не, понятно, что она, блин, ну 10 снарядов для воздушного боя, это смешно бы что. Это предназначено для работы по земле. Просто у нас есть КОБРА, да, в которой, кроме как пушки 37 мм, М4, ты ничего не можешь поставить, да. Это здесь может быть швак, вяжка и так далее. Так, не очень выгодная у меня позиция. Я сейчас чуть-чуть отойду, разорву дистанцию, иначе он не срежет. Перевернувшись, мне нужна скорость сейчас. Так, скорость 400 уже едет. Я жду. Нет, да. Кошник первый. И ФОК, который вытянул. Это он и был? Нет, вот оно. Так, их двое, двое, двое продолжает этот уже... А, ФОК осталось на мне. Это уже ху. Так. Где тут мессер? Так, сейчас якорь мне поможет. Надеюсь, он успеет. Выходи, 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 выходи. Хорош, Лак. Хорош. Блин, аж закидалось стекло. Брызгали. Так близко мы были к нашему. Так, пропускаем его. Не даем пострелять. Ну, якорь, твой выход. Брат, вывесил уже. Все, убивать. Только убивать. Иначе он меня убьет. Ну, как так-то ты, еб? Конский бог. А-а-а. Пивать. Хорош. На. Все, убираем закрылочки. Готовчинка. Спасибо, друг. Там-ка вряд ли еще пулеметы. Ну, пулеметы понятны. Здесь тоже есть пулемет, но... Хотя, да. Эх. Молодец, геройский парень. Ладно. Прости, мимо-то. Здесь тоже есть УБС-ка. Тоже неплоха, кстати. Можно будет потестить тоже отдельно. Но... М-37 все-таки... Ш-37, вернее, не... Рассчитан для воздушного боя. Это все верно. 20 снарядов в воздушном бою. Это ни о чем. Это, я не знаю, там, случайного бобра вглупить. По танкам поработать. Ну, тем не менее, он тоже нагибач... Нагибачий. Вот отмочил бы венцы четко, да. Причем в прямом и передавцом смысле, да. Чиркнули знатно. Кобры, да. Четыре. А крыльях два в носу. Потому у нее и не меняется ничего. Возможно, да. То есть пушка тоже не предназначена. Пускай для воздушного боя. Давайте поменяем самолетик. А то, если честно, уже заблудился. Где я? Это было Кобби. Которая облажалась. Сразу же на выход. Блин, их всего двое. Е-мое. Ну, брань, вчера я тоже пытался ими стрелять. Если оставляешь в крыльях, Кобра совсем становится... Так, скажем, тяжеловатая. Вот. Если в крыльях не оставлять, плотности огня бывает. Не хватает. А, то, блин. Гори какая-то. Сидат на все орудия намного шедка. Все верно. Я тоже на стриме озвучивал. Ну, где-то я читал, что... Где была его доработка прям. Нет, здесь цель, как говорится, стрима, не стрима, да. А сегодня я хотелось посмотреть именно на то, как... Как может дамажить пушка. В целом мне очень нравится. То есть, если уж ты зашел, если уж ты прицелился... Пиши пропало. Короче, остался один хобби какой-то там. Это вообще ни о чем. Так, давайте посмотрим, что там на Либерти. Можешь сходить пару бедов на Либерти выйти. Не обещаю, что это будет так. Потому что с обзором у него нужна беда. Третьи тридцать семь. Еще есть. Какие-то танки. Так, братцы, кто еще не подписался, подписываемся. А то заводите, так и уйдете от меня. Потом не придет вам обучение в следующем стриме. Снова сможем... Блин, ну мне понравилось. Тридцать семь милли... Понравилось. Надо будет еще потестить ее по танкам, попробовать. Кстати, можно будет сейчас, если есть Лакс тридцать семь миллиметров, ходить на танки, посмотреть, вообще, берут они танки сейчас в реалиях или нет. Раньше я на сколько... Блин. Я не знал. Долететь, да кого убить. Наших... Наших нету. Налавь. Кого убивать-то, если... Танки есть. Утиллерии. Куда? Пашинки. Их 20 на 17. Но здесь, конечно, уже развлекушечки такой не будет. Сто процентов, как там. Это будет отлично. Не буду я. Раньше обычно я ставил. Опять она, смотрите, все залучено. Почему? Обычно я ставил и себе бронебойки, но надо будет, опять же, научиться потестить, вспомнить, как они работают. Потому что сейчас попадать с лавки для меня стало, конечно, проблематично. Да, я на них гонял. Где-то у нас подсветки не будет. Чего у нас здесь есть? Предлагаю пойти на юг, поконтролить машинки, прикрыть ребят над их танками. А можно высоту набрать и над их танками крутить. Кто придет сюда икрыть. Так, кажется. А можно сходить на артиллерию и самим стрелять по ней. Так, здесь у нас поле. Мы кратим. Давайте пока для машинки на танки. Так, вот в эту сторону. Да, на танки. Давайте сюда. Вот и фенка. Смотрите, как скорость растет. 170, забираем 8. Так, я здесь чутка накосячил. Сбросил случайные примеры. Сейчас мы тренируем. Вот так вот. Да, так сделаем. Сейчас пойдем, пройдемся. Может, кто-то кого встретит. Единственное, конечно, бегня здесь хорошая. То, что очень мало кто слетает по одному. И проблематично будет выжить. Ну, что? Если что, на углу, на платки, на тапки. Домой. Вот такая тактика. Даже не знаю, кто это был. Что-то там в наш возвращается. На высоте здесь ни хрена не увидишь. Нет, тут как-то был. Логичный контакт. Так. Да, он делся только один. Одно. Кстати. Кстати. Многочка, который сейчас работал. Но уже я не буду говорить. У тебя разбираем так. Настроюсь. Настроюсь. Дальше. Дальше. Все. Дальше. Чепоник. Че ты? Да ладно. Так, ребятки. Подскажите, пожалуйста, кого-то еще хрюзи. Так, у меня есть 120. Блин, неужели это трансляции? Да. Ребят, это у меня сейчас вот я в ОБС посмотрю, облака сильно режет. Блин, надо будет еще туда полазить. Не-не-не, не игра, это облака. Похоже, я сейчас смотрю в ОБС, вижу, что там еда. Робоскадра 2%. Давайте пониже тогда будем держаться. А, нет, все равно. А, нет, все равно. А, нет, все равно. Что за меня? Судя, куда-то, кто испытывает за уважение. Что вот это такое? Рейс. Так, ребят, как сейчас с фризом? Они же не додержатся. Так, ребят, это печально. А бобрики дают, думаешь? Дипа узнают на биологии, сидя, потому что такая фигня иногда выскакивает. Так, ребят, уже пролетел, замечается. Как-кан-кан, привет, нахуй. Я не знаю, я близко, правда, не отвечаю. Если больше фонарь не закрыл. Канчи. Канчи, ниточки не есть. Ничего не другое мягкое. Ни мягкого, полночего. Так, ну дешево надо бы закрыть. И, может, попробовать на процессор переключить. Сейчас Там я, спасибо Это через нее, получается, С 3 июля Возможно, из-за этого фризы Длин, а если я сейчас прервусь Так, это уже наша колонна Так, подскажите, пожалуйста, Что там по фризы? Все, я вижу, что он интернете Блин А почему он так? БСК опять что-то, хватан Загруз с ЦПУ 2.6 Может не вывозить До этого стримим С углом Блин, братьяне, напишите, что я нифига нельзя отражаю Разрешение Разрешение у меня 2К А, ну там выдают FPS На стриме, соответственно, 1080 Пока мы не дошли До доверительных отношений с твичом Он не дает менять предрешение У меня 2К фигачит Оп Война, война, война Как я их посмотрел Мессер Это не мессер А вот этого забираем Давай-давай-давай-давай Виси-виси-виси-виси-виси-виси-виси-виси Виси, брат Еще один там вниз пошел Из меня будет бегать Он такой У меня 6 Перещит сейчас такой Помогайте мне У меня 6 И у меня такой Шик Вот они 2 Я отъеду Все-таки не стал убегать Я думаю, он побежит сейчас Шик пропала Давайте хотя бы одного Хотя бы одного Фока, Фока, Фока Уже здесь Блядь, надо было его добивать Там на мирной сети Там же так быстро И вот где-то Хороший человек на помощь Блин, я еще умудряюсь обороты сбавлять Балбетина Жизнь, лавочка Балбетина Пока не дает, конечно, повоевать Еще одно Чудо-юдо Ладно, это не берлога Честь Бежаться Я, в принципе, знал, что так будет Что повоевать здесь Одно лицо будет Крайне тяжело Вперед, здорово Вот, смотри, что творит День, блин Я запишу Стрекаем Хорошо А я у него, наверное, не... Опа Фарь Меня пуху здесь мне не дают В вертях Так, как сейчас, кстати Фризы были, не были Братцы, подскажите Что-то это прям расстроило Почему так Или нет Здесь появляется Я люблю, когда-то туда стреляют Я тоже не очень люблю Сейчас вот прям очень хочется Кому-нибудь засануть Чего? Она не запустилась А маразота, короче Чего здесь сказать Причем бой-то был такой Их там трое Я один Еще и... Еще и пилота пострелять Лузер, факер, фаер, парашют Это даже я понял, Тулкан Мы, блин, если вы задержитесь И я не забуду Мы потом даже посмотрим Кто это был за лузер, фахер Я не понимаю, сейчас он запускает Запуск производителя или нет? Как это подправить? Ага Чего-то засветилось Причем был бы он один Этот лузер, фахер Мы бы его, конечно, размотали Я так думаю Потому что постоянно Оборачиваться назад И ждать плюхи Откуда-то сзади Тоже не очень приятно Раз... Разориентирует Разориентирует Ну ладно, пойдемте туда же Высоту набрать, конечно, я не могу Потому что там облака И нас начинает сразу фризить Поэтому будем опять идти на средних высотах Меня расстреляли на тряпке Да, мех Пропустил все На мех Я выходил с парашютом А этот лузер, который был Мною пробит И дымился Он расстрелял моего парашютиста Спасибо, Туркан Туркан-кам Давайте опять с югов начнем Наши корабли Бриинда Наши корабли Очень далеко Преимущество по низоте Огонь, конечно Но это когда один Против одного Было бы Пас Болено А давайте мы так и будем Пошли они все нафиг Им надо Пускай спускаются Правильно? А, он просто Канкан Да, кстати Турк Здесь же такой Склад Блин Сколько раз Они меня обижали Как их Постоянно Туркан 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 Продолжение следует... 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 было время мы даже включал я работу русом педалями выводим на экран но потом что как-то не зашло мало кому это было интересно заморочек определенных стоил вот этого отказаться так разворачиваемся подходим опять к филду пытаемся повторить то же самое полетать строим полетать строим потом убить надо озираться я не знаю еще пока потеряли они меня те два контакта уже или все еще следует за мной если следует могут и меня обидеть все по 100 стронций летим примера по умолчанию еще не трогал все открыто здесь все закрыто ходные потому что лавка практически не греется в 75 если держишь скорость вообще невозможные перегреть и фанта так по топливу и мне уже возвращаться на буквально на одну атаку надо будет отходить домой топливо заканчивается вот спасибо за подписку брат приятного просмотра надеюсь будем видеться чаще забегайте ко мне так вот он контакты пробую но вариантов нет у меня в любом случае надо же домой возвращаться это может до сих пор еще меня ищет как раз найдет если он не один будет печаль прям вот так в лобешник пойду пробивать потому что догнать его и нет не успею догнать его и пристроиться к нему строим у меня не получится нифига а вот так его шумнуть немножечко согнать с высоты можно попытаться скольжение шарик немного другом месте сейчас по-хорошему я его догонять должен а как повреждение первого мотора откуда эй а откуда неужели до зенитка по мне все таки попала фигасе по температуре все норм форсаж не ограничен если же не включается абордонии после второго блин вы братцы если с ютуба ко мне приходите если есть возможность пожалуйста сообщайте кто вы что бы я что бы я понимал а спасибо огромное за подписку спасибо что загляну приятного просмотра запись будет сохранена здесь на ютубе будет выложена все да не мог я его перекрутить это же лавка вы что я даже не дотяну ладно давайте повторим свой маневр как это могло произойти я не знаю да не и это в жизни их и закончится давайте пойдем туда на танки или сорок второй год сорок третий год давайте сорок третьим соток нету где здесь сотки кто мне скажет только 250 вот и нас 37 где у нас 7 у нас на или агиша 37 так соток я десятки десятки вот сотки 4 штуки давайте вот 4 сотки 4 сотки рбс 82 это тяжкие бронепрони рбс 84 сотки сотки сотками будем плеваться тогда как-то вот так нормально по топливу литров 400 цветка красивый и марс какой вот этот сотый сотка боялись так идем на танки бомбимся отрабатываем рпс рпс коми а меня честно верно пандеплата у меня есть чё не дикткорде хз что-то я отключился после того запустился коридора есть все есть постоянно еще пока он даже не настраивает машинки мы до этого ходили вон кстати с березой с артемом вот эти машинки которые полуброневички да на них мы много тратили так все открыть не забыть это перегревать это что за хрень еще опять что-то обновили что-то так и брат вставать через эту миссию мы докатаем на этом мы сегодня завершимся наверное на своем настроении а даже грузовики тяжело уничтожать так шасси не убрал а это бушеров теперь на этом движке это летающий цирк я тебя понял была такая мысль но так это миссия нет а вот уже стрелок фигачит пока мы же дофигачишь стрелок пока мы все опускаем там себе лети пойдем на танки на танки я думаю с ним от лавочка разберется очень плохо я слышу очень плохо я слышу стоп у меня здесь входные створки откуда ааааа ты думаешь наладки у меня были подожди на еле нету входных створок это сто процентов водяного охлаждения радиатор водорадиатор вот мы открыли ой ой ты думаешь я там лав почему ведь она же вообще не перегрелась насрать что он там а не закрытый если про лавку я понял про лавку нафигаси вообще у меня были какие всегда положения радиаторов просто здесь я мог возможно да не перейдем всегда открыты входные створки выходные всегда закрыты когда гонюсь особенно но створки в любом случае их положение влияет как я считаю на перегрев но я же посмотрел я контролирую температуру температура масла была 75 цилиндров головок температура была тоже в пределах нормы не помню там цифр порядка 150 короче между двумя красными зонами да то есть я особо не вдаюсь там цифр головы цилиндров при этом произошла вот такая фигня очень странная ла5 да 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 входы я обычно всегда открываю потому что на аэродинамику они никакой никак не вли ой думал сейчас на аэродинамику они никак не влияют поэтому они всегда открыты вот поэтому здесь как бы ну что то есть такая необходимость знать отрабатывать отрабатывать потому что перекрутить мех да практически нереально было я вообще не помню никогда я уже последний раз что-либо такой либо двигатель переключил раньше я даже специально мог это сделать переваливать со свечи фактирования наякин даже с кем-то спорю на ютубе кто-то из зрителей сказал блин да вообще нереально его переключить раз зашел здесь же перекрутил это конечно для меня открытие а берез ты пошел тоже блин я на юг пошел на танки сейчас тогда берем тебе открывать если че то вот я Отработаю, наверное, сначала РБС, попытаемся попасть. Я вообще не разу с 43-го не долбил. Ракетами не знаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Так, смотрите, как греется. У нас-то сотка лежит. А.Егорова Вода тоже сотка. Давайте погубаем. А.Егорова Боинг подостынет. А.Егорова 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 По поводу РУДАМ, я вообще его не опускал, не убирал обороты, а потом, ну, с... РУД не трогал, потому что я же вверх тянулся, потом просто перевернулся и начал пикировать за ним. То есть я резко даже не налил. А.Егорова Будем пока считать, что за счет того, что у меня были закрыты входные створки, это некий бак, который в спору времени поправлен. Здесь обороты что-то гуляют. Вообще странно что-то происходит. РАДНО С РУЗБИРОМ ОБЩАЛСЯ До сих пор как у него ребенок родился, я больше его не видел, пару раз забегал на стрельчика и все. Давайте сначала ракеткой вот этому в попец. РАДНО С РУЗБИРОМ ОБЩАЛЬНО Так, левая сейчас пойдет чуть-чуть не проехать. А ну, Гали? Ей надо, брат. Так, а там пешка у нас. Почему она? Что-то 110-ка? Почему она наши машинки думает? Давайте-ка пойдем спросим. Почему она такая офигевшая? 110-ка. Если что, я вернусь, правильно? Правильно. Погнали, дадим сюрприз. Но у меня будет только один шанс. Да, это 110-ка. Шанс, блин, будет только один в надежде на то, что она вывесится. Мы ее гашечками под накернили. Все даю максимал. Потому что я сейчас тяжелый. Я с бомбами, с ракетами. Я даже ракеты еще не откидывал. После этого захода буду ловить. Так, а на меня кто-то заходит. Стрелок что-то сигнализирует. Ну... Звук. Чтоб... Учебно, да. Ох... Нормально так сходили. Я слышу тебя, Брюк. А, и тебе. Так, да. Сейчас уж на то пошло. Да еще и с Фоккой пришла. Блин, а я видишь, я видел только этого, который ходил там. Фокка, птичная догадина. Феникс, привет. Нет, спасибо за пуску, что-то я не слышал. Замлялка пришла. Так, что сделать? Как я понимаю, лавочки здесь закончат. По самолету. А, ну это едва, самолет. А, лава. Засчитали, получается, вот он и. Крайдбок. Это, получается, мой стрелок его хлопнул. Ха-ха-ха. Ему засчитали меня, а моему стрелку, судя по всему, его. Так, еще один человек там летит. Подождите. Это засчитали того. Почему один легкий? Это всего... А, вот он. Это, получается, мне засчитали на 110-ку и стрелок... Либо это тоже... Нет, один легкий. Стрелок, видать, хлопнул эту фоку. Ну, молодцы. Шикардос. Я тебя понял, мех. Наблюдать. Блин, эфенок нету. Ас на севере. Куда пошел он? О, есть лаг, братцы. Это же знак. Здесь. Як-як-ла-лы. Тогда, нашего. Хорошо, у тебя видно контакты. СЗ почему? Специально. Главное, чтобы не были золотен. Семи. Как же я обожаю Либерти. Так, ФН-ка. Все. Пойдем на север, попробуем. Березов там, в районе. Так вот, будет запись на ютубе. Я все туда потом отправляю. И здесь тоже будет, если что. Здесь даже постараюсь нарезать эти интересные моменты, как мы за фокой пристроились. Было прикольно. Когда долго она не могла вкурить. Что мы? Блин, я лоханулся. Надо было все-таки подождать еще. Я услышал сзади разрывы. Подумал, что это заходит кто-то. С его напарников. Это оказались просто разрывы. Делай так, чтобы техночат всегда... А как это сделать? В смысле, я его не отключаю. Просто, если ничего не меняется, возможно, поэтому он исчезает. Нервоз. На следующий трим. Не вопрос, если в этом есть необходимость, как бы... Погибу. Так, ничего у нас не включается, да? Еще раз запустим. Блин, вот эту махину бы еще освоить. На коврих чуть-чуть начало получаться. Вот этот для меня аппарат, это вообще жесть. Так, мы что с вами договорились, что эту карту докатаем, и все. Так, смотрите, открываю входные. Входные у меня 98. Почему 98? Входные 100. Смесь здесь немедленно пьется. А на выходные можно закрыть. Посмотрим сейчас, как оно светит. На колонь, понял. Иду, короче, на север, где где-то, да. Сейчас, как я могу, я в карту. Не, возможно, есть какие-то нюансы, но, опять же, сразу же настраиваю стронцов на то, что то, что делаю я, не значит, что это правильно, на самом деле. Блин, а те все зисы наши долгят. Одна 110-ка, походу, так и осталась. Дроники. Ну, в смысле, не дроники, а целую. На которой второй, вторую 110-ку, которую я продамажил, она, судя по всему, выжила. Основа, ну, ты понимаешь, здесь все на уровне чуйки, если можно так выразиться. То есть, получается, я убираю обороты, выпускаю закрытки чисто по внутренним ощущениям, которые могут мне подсказать, что здесь надо вроде как убрать. Но я к тому, что не надо прям это принимать за чистую монету, то, что я делаю, например, я вот это не делаю. То есть, ориентироваться, для ориентира, да, можно, конечно. И почему она такая вялая-то? Для ориентира можно, как бы, на это ориентироваться, да, приблизительно, чтобы понимать, что я делаю. Например, мы мне в свое время помогли более-менее освоиться по тоже следующей другой берегу, да, в свое время помогли сориентироваться и какую-то для себя определенную тактику выбрать. Это стримы от Мистера Исс, да, от Мистера Исс, стримы о видео, да? Да, ё-моё, почему он тухнет? Видео, которое он записывал, выкладывал. Мне вот очень помогли, да, особенно это размазанные бочки, то есть у него тогда были в открытом доступе видосики о том, как сбросить 6, как стоять в ножницах. Основу, именно основу, я взял у него, но именно ножницы у меня стали получаться, если честно, только тогда, когда у меня получилось их делать на мессерах, на немцах, то есть там действительно на порядок тяжелее переваливать из стороны в сторону, из-за этого были определенные трудности, да, и вот я помню даже, по-моему, даже на стриме, ну, не важно, да, я был на берлоге, как я сейчас помню, у меня получилось выполнить эти ножницы, и это как щелчок, какой щелк, а, блин, так вот, что надо было делать, как-то так. Так, берез, я подхожу, я сейчас над нашей танковой колонной, надеюсь, там не ты был ранен, потому что я кричал, гадочка. На мессере ты имеешь в виду? Ну, там не только движок роляет, там еще бывает необходимо давать, убирать положительный крен, положительный тангаж, да, то есть, ручку немножечко возвращать в нейтральное положение. Если взята ручка на себя, то перевалить его с крыланой крыло очень непросто. Не, возможно, да, но это будет очень медленно, да, очень медленно, да, переваливается. Ну, и, соответственно, да, оборотики тоже. Ну, мессерон. Так, контакт. Мессерон вообще своеобразный аппарат, да, то есть, когда ты, если тебе надо довернуть, или, ну, вот, ты пикируешь за кем-то и хочешь вытянуть на него, необходимо убирать обороты, чтобы, чтобы выровниться. Так, вижу два контакта, береза, в твоем районе. Где-то еще там. Три контакта. Четыре контакта. Так. Че я начал говорить? Ага. Это че, по колонне была? Да, ладно, это береза седа по всему, это пьеха. О, раз, два, три. О, господи. Ребятки, вы что там творите? Я не понимаю пока, кто за кем. Кто-то разбился. Скот лесной не жалко. Этого GD5, по идее, тоже не жалко. Ребята отработали. Или пеху отлично. Береза, ты пошел, как я смотрю, домой. Так, ну а я-то так и к аэродрому. У нас такая пьянка. Давайте еще раз слетаем. Кого-то сможем встретить. Вероятность того, что мы выжимем, очень мала, но нам осталось здесь буквально 10 минут. А, ну вот, уже покинул сервер. Дядь, сейчас тут будет. А, нет, и он. Короче, да, вероятность того, что мы там выжимем, очень песка, но мала, мала, наверное. вполне возможно, что получим такие же эмоции, как с той фокой. Так, ну это два красных там крутятся, пускай. До конца 10 минут. Так, братцы, да, не забывайте подписываться, кто не подписался еще. Может быть, сегодня вечерком еще что-нибудь замутим. Посмотрим по настроению, по обстановке. Владимир нас сегодня стимулировал. Ну и надо будет обязательно сейчас прям глянуть, какой из нехороших человеков срезал мой парашют, чтобы знать героев в лицо, как говорится. я прям зайду попробую на сайт Биберти, там по идее будет указано, кто сбил, а кто убил, да, в лобах писей. Просто интересно, что это за чудо, ощущение. И будем знать потом. наркотисты. Спасибо. Наяки. Вот, кстати, да, на яки надо будет тоже так попробовать, то, что мне их написал, потому что ях у меня тоже. Опа. Здесь пристраивать... Пристраиваться, я думаю, я не буду, буду сразу убивать, потому что, во-первых, это что-то большое, скорее всего, со стрелками. Вот к этому можно пристроиться. Было бы. Давайте попробуем. Короче, попробую к нему пристроиться, если нет, будем убивать. По идее, вот отсюда уже можно его хорошенько раздамажить, но он убегает. Где два? И те вдвоем такие идут. Так, пристраиваемся правым пеллингом. Я вроде бы как догоняю. Блин, у меня даже сердечко бьется, как этот. Волнительный такой момент. Заметит, не заметит. Там еще два кренделя каких-то. Потому что, например, того же мейстера очень хорошо слышно, как он свистит у тебя над ухом. Пацан просто летит на автопилоте, судя по всему. На автогоризонте. Давайте подойдем поближе. Прикрышка тех бобров, точно, блядь. ой, простите. Хоть я знаю, что не привык, когда в интересе, но здесь... Просто мне очень интересно посмотреть на его реакцию, когда он меня заметит. Так вот, пойдем. Огонь, вообще. Брат, ау, 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 эй, 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 Нет, он не на автопилоте. Мне кажется, у него даже в мыслях нету, что кто-то вот так может лететь и в районе его филта идти вот так вот строим. Огонь, вообще. Парни, ну я думаю, это стоит лайка. Подобная махинация. Ау, друг. Блядь, с ракетницей по нему вырубануть? Я не смогу прицелиться. У меня мышка. с другой стороны в правой руке, а в правой руке русский. Время все засекли. Блядь, я кайфую. Главное, не повернуть ему вправо, чтобы я вовремя сориентировался. я думаю, это стоит будет потом запечатлеть в такой мини-клипик на Твиче и сохранить вечно. Даже на Ютубе. чтобы вы понимали, кто будет потом смотреть просто запись. Это у нас не пилотажный сервер, это у нас Либерти. Встретил мессера у их филда и сопровождаю его в цели наши. Когда дадите отмашку, могу стрелять. Давайте постреляем. Братюнь, ты попал в историю. Мы нормально за ним шли, но сколько можно было шансов еще человеку давать, блядь? Так, где те двое? А, вот они те двое. Нет, это красный. Блин, ну огонь вообще. 110-ку гоняет, отлично, ну погнали. Ух, как я лоханулся-то сейчас, сорян. Я до определенного момента был уверен, что он идет от меня. Там его гонят, на него я не пойду, где-то еще одна была. А, бахни чуток, блин, бахлак, надо было блин, надо было прямо рядышком. Ну нет, он бы сразу ручку от себя и сваливает. Как он мог смотреть на вобров, если вот этот якорь уже режет? воу, он сбил. Он сбил этого красного. Блин. Я просто не хотел мешать, как бы, подрезать у него фракт. Очень плохой угол был. фракт. 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 А как так-то? Над их танками. Воу, воу, воу. Я думал, мы над нашей целью. Вот это я заигрался. Это я пентюх. Это что-то меня не воткнул. Хорош. Видите, как мало надо Илу и как так долго терпит 110-ка. То есть, взять даже ту 110-ку, которую я накидывал с Ила, да, то есть, тоже немало выдержало. Хотя там вяжки. Вяжки и количества их было так достаточно. А здесь я заигрался. Сорян. Это кто? Илд, что ли? Илд, ты что, балбес? Зачем? Блин, я что-то не то сделал, что ли? А, не знаю. Вот у нас 110-ка еще. А, это не 110-ка. Это как в Юнкерс. Ловили. Зачем же Ил-то по мне начал отрабатывать? Так перекутал просто. он не понял, что ли? Я ему помогал. Ну, ладно, это дело может быть ошибся просто. Парень, убавил. Неужели я промазал? Блок, давай, накидывай. эх, он воткнулся. Фух. Ракеты стрелять. Блин, я хотел ракеты, берез. Видишь, не получилось в плане за мышку надо было бы схватиться. Блин, ну, надо было на той ракеты перед ним. Так, ладно, я покидаю сервачок. Давайте сейчас немножечко мы с вами прервемся. так сделаю. В целом, в целом, то, что я хотел сегодня вот потестить 37-миллиметровку в принципе нормально получилось. Да, то есть я определенный вывод для себя сделал. Кто как, если вы сделали тоже был классно, да. В конце немножечко так с вами поразвлекались. Я очень надеюсь, что фризов было минимальное количество. Так, я не в сети, почему? Все нормально. Минимально, фризов было поменьше, чем это было раньше. Сильно вверх я лезть из-за этого не хотел, чтобы не фризило. А так, запись эту выложу в YouTube. Запись яркого момента с мессером, с скотом лесным, который парня выложит тоже здесь. Интересно будет потом вспомнить, посмотреть и так далее. Еще кто не подписался, не забывайте подписаться, буду рад. Смотрю на сегодня прям за десяточку перевалило. Приятно очень. Я рад, что мы здесь начинаем стыковаться, да, что каждый находите меня и возвращаетесь тихонечко ко мне. что еще у нас? Сегодня вроде бы все, буду прощаться и ждать следующего стрима 16.25. Не знаю, сегодня еще успею, нет, может быть быстрее посмотрим. Исключено, что увидимся сегодня еще раз. На сегодня все, пятница же. Сегодня что у нас, пятница? Пятница. У меня вообще отпуск, мех, у меня просто два были такие дачные целые, целые, целые много, короче, был где-то где-то. Блин, сегодня давайте все, распрощаемся, всем спасибо, спасибо, что забежали, подписывайтесь, подписался, жду вас на следующих трансляциях. Всем покедова, отключаюсь.